Лора Маленькая Айка любит вечер степной, И купание лошадок летней порой. Ласковую песню на родном языке, Что едва слышна где-то вдалеке. Раскрывает нам объятие край наш родной, Мы всегда гордиться будем дружбой такой, И летит над нами в небе наша звезда. Мы команда будущего, мы команда будущего, да! Куда она могла подеваться? Не знаю, уже везде посмотрели. Может она на площадке? Идем проверим. Да вот же она! Лора, мы тебя ищем, ищем! А ты тут сидишь, чего это ты такая грустная? Потому что у меня нет друга. Вот это да! А как же мы? Мы все мои друзья общие, а мне нужен мой собственный друг. Не понял. Это как? Вот у тебя, Тёма, есть скейт. Это твой друг. Да, это очень быстрый друг. Хе-хе-хе. У тебя, Жан, есть электронный помощник. Да, это очень умный друг. А у тебя, Айка, есть Аташка. Да, он не только Аташка, но и очень мудрый друг. А у меня никого и ничего нет. Не понял. Это как? Это наш общий друг Налу. Бежим к нему. Я с вами. Где же он? Я тут, юные земляне. Привет, Налу. Что нас ждет сегодня? Вам предстоит отправиться в прошлое. В прошлое? Волшебный камень традиции С малой медведицы Попал в далекое прошлое, Когда здесь жили древние казахи. Можно я? Я хочу посмотреть, какая была природа тогда. А что? Неплохая идея. Не переживай. Фарс защитит тебя. А мы тебе поможем. Пристегни деревни и в путь. Интересно, как там в прошлом? Вот сейчас Лора и увидит. Смотрите. Ребята, я на месте. Ни города, ни села вокруг. Лора попала в то время, когда в Казахстане жили кочевники. Ой, а кто это кочевники? А вот на этот вопрос вам и нужно ответить, чтобы Барс нашел путь к волшебному камню. Ребята, помогите нам с Барсом. Кто же такие кочевники? Я всегда думал, что кочевники – это те, кто снимался в фильме «Кочевник». Ты что, Жан? В кино снимаются актеры. Может, кочевники – это те, кто быстро ездят на машинах? Нет, Тёма, быстро на машинах ездят гонщики. Ребята, я думаю, кочевники – это древние казахи, которые жили в юртах, разводили скот и переезжали с места на место в разные сезоны года. Точно! Как сразу не додумалась! Ответ верный! Ура! Парс нашел путь к волшебному камню. Нам туда! Тогда чего же мы ждем? Найдем камень природы! Пиши, Парс! 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 Если не перестаешь мечтать, чудеса умеешь совершать! Чудеса умеешь совершать! Чудеса умеешь совершать! Парс! 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 с собой таскать. А может быть и кошка была главным другом кочевника. Может быть, но как мы узнаем точно? Придумала. Давайте спросим у нашего Аташки. Он должен знать. Клёвая идея. На связи Жайлёв. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте, Аташка. Нам нужна ваша помощь. Мы не знаем, какое животное было главным другом кочевника. Тогда слушайте. Это животное помогало кочевнику передвигаться, следить со скотом, возить груз. С этим животным кочевник проводил очень много времени. И оно стало его верным помощником и другом. Это лошадь кочевника. Точно, это же лошадь. Вот главный друг кочевника. Ответ правильный. Ура! Барс снова нашёл дорогу. Теперь мы знаем, куда идти. Бежим, найдём камень. Солнечный зайчик, кубочком золотым, значит, по дороге, а я бегу за ним. Он ведёт меня в дальние края, в дальние чудесные волшебные края. Если не перестаёшь мечтать, чудеса умеешь совершать. Чудеса умеешь совершать. Чудеса умеешь совершать. Лора с барсом на месте. Смотрите, ребята, стоянка кочевников и лошади кочевников. Значит, волшебный камень где-то здесь. Верно. Чтобы его получить, нужно отгадать последнюю загадку. В какие игры играли кочевники? Ребята, мне нужна ваша помощь. В какие же игры играли кочевники? Может, они играли в компьютерные игры? Ты что, Тёма, откуда в древности были компьютеры? Может, тогда шахматы были любимой игрой кочевников? Может быть. Но шахматы легко потерять при кочевке. Ребята, если лошадь была самым главным другом кочевника, может, тогда они играли в котные игры? Ну, конечно, ведь мне Аташка рассказывал. Ответ правильный. Полные игры кочевников дошли до наших дней. Это Копар, Куме-Алу и многие другие игры. Мы нашли волшебный камень природы. Молодчина, Лора. Ещё одна миссия выполнена. Спасибо за помощь, ребята. Ой-ой-ой. Неужели и он тут? Конечно. Конечно. Кто же тогда украдёт ваш камень? Ха-ха-ха-ха. А ну, верни немедленно. Ещё чего? Пока, болятки. Крыс-тарыс улетает. Парс не сможет догнать его. Тут нет дороги. Откуда в древности асфальт? Но ведь лошади не нужен асфальт. Она везде пройдёт. Точно. Помоги нам, лошадка. Что вы там делаете, а? Догоняем тебя. Молодец, Лора. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, на. На. Ах так. Вот вам. Камень падает. На, на. Он сейчас разобьётся. Оп. Ура. Ты настоящий кочевник, Лора. Молодцы, юные земляне. А теперь пора возвращаться. С возвращением, Лора. Ну что, нашла себе друга в прошлом? Да. Я теперь буду просить папу, чтобы он купил мне лошадку. Ого. Да. Лошадь умная, быстрая и мудрая. А ещё на ней можно играть в игры. Точно. Я тоже хочу лошадь. И я. И я. Боюсь, мой корабль не выдержит столько лошадей. Ха-ха-ха. Выходите на связь в это же время на седьмом канале. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok